Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Xiaomi Mi CS9 Pro – новый флагман китайского бренда, а для глобального рынка он выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10. И он официально уже представлен, даже принимает предзаказы на него. Флагманский статус новинки не вызывает сомнений, хотя критики могут возразить, что телефон построен на чипе с Snapdragon 730G, который разработан для устройств среднего класса. Да, процессор в смартфоне не флагманский, но зато камера и другие характеристики Mi CS9 Pro на топовом уровне. Причем на топовом с приставкой Pro. Достаточно сказать, что эксперты Dexio Labs уже протестировали камеру Mi CS9 Pro и поставили телефону 121 балл. Это самая высокая оценка на текущую дату. С которой Mi CS9 Pro разделили первое место в рейтинге лучших камерафонов с Huawei Mate 30 Pro. Уникальная пентакамера получила оптическую стабилизацию, которой нет даже во флагманах Mi 9. В смартфоне есть продвинутый телевик с фокусным расстоянием 95 мм для съемки удаленных объектов и специальная длиннофокусная камера для портретного режима. Емкость аккумулятора рекордная для бренда. Есть быстрая зарядка мощностью 30 Вт, и это далеко не все. О характеристиках камеры Xiaomi Mi CS9 Pro можно рассказывать долго, поскольку тут хватает интересных и нетривиальных решений. Во-первых, в Mi CS9 Pro 5 камер, так что перед нами официально первый смартфон с пентакамерой. Во-вторых, в Mi CS9 Pro стоит новый сенсор с ультравысоким разрешением 108 Мп от Samsung. В-третьих, здесь сразу два телевика, один из которых предназначен для портретного режима, а второй для съемки с 5-кратным оптическим приближением или 10-кратным гибридным зумом. Даже оптический стабилизатор есть. В общем, полный фарш. Детальный анализ характеристик камеры Xiaomi Mi CS9 Pro по традиции начинаем с главного модуля. Он построен на новейшем сенсоре Samsung с разрешением 108 Мп. К слову, подобный сенсор корейцы планируют использовать в смартфонах линейки Galaxy S11, но там должен дебютировать 108-мегапиксельный сенсор второго поколения. Сенсор получил уникальную расширяющую способность, но это не повлияло на размер отдельного пикселя. Как и в большинстве сенсоров Sony и Samsung с классическим для 2019 года разрешением 48 Мп, в сенсоре Samsung из SL Bright размер одной точки составляет 0,8 мкм. По умолчанию соседние пиксели объединяются 4 в 1, что уменьшает фактическое разрешение до 27 Мп. Впрочем, даже эта цифра впечатляет, особенно если учесть, что размер пикселя увеличивается до 1,6 мкм. Линза у главного модуля Mi CS9 Pro светлая, диафрагма f1,69. Есть четырехосевая оптическая стабилизация, которой нет в других флагманах Xiaomi 2019 года выпуска. Оптическая стабилизация есть у телефотомодуля Xiaomi Mi CS9 Pro, предназначенного для съемки с 5-кратным оптическим зумом. Этот модуль в тройном блоке камеры идет первым. Разрешение сенсора 8 Мп. Гибридный зум позволяет вести съемку с 10-кратным приближением. Цифровой зум позволяет приближать удаленные объекты в 50 раз. За съемку удаленных объектов Mi CS9 Pro получил от Dexomark 109 баллов. Это рекордная оценка на текущую дату. Mate 30 Pro получил за съемку с зумом 91 балл, а по 30 Pro 95 баллов. Широкоугольная камера Mi CS9 Pro укомплектована сенсором с разрешением 20 Мп. Угол обзора составляет 117 градусов. Оптической стабилизации здесь нет. Широкоугольную камеру эксперты Dexomark оценили в 39 баллов. И это на 5 пунктов выше, чем у Mate 30 Pro и P30 Pro. Четвертая камера Xiaomi Mi CS9 Pro – это портретный модуль. Но не такой, как мы привыкли видеть в большинстве современных смартфонов. Это не датчик глубины, выполняющий вспомогательную функцию, а полноценная камера на сенсоре с разрешением 12 Мп. И оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Специальная телефотокамера для портретной съемки – это интересное решение. Во-первых, снимать портреты на телевик, а не на главную камеру, правильнее с точки зрения экспозиции и естественности расфокусировки заднего плана. Во-вторых, никто не запрещает использовать второй телевик Mi CS9 Pro для обычной съемки с двукратным зумом. За портретный режим Mi CS9 Pro получил 70 баллов. Ровно столько же набрали Mate 30 Pro и P30 Pro. На всякий случай уточню, что длиннофокусная камера с разрешением 8 Мп дает возможность приближать объекты в 5 раз. Двухкратное или трехкратное оптическое приближение недоступно из-за большого фокусного расстояния, а это не всегда удобно. В Xiaomi Mi CS9 Pro есть второй телевик, поэтому вы получаете двухкратный и пятикратный оптический зум в одном смартфоне. Оптической стабилизации у второй телефотокамеры нет. Пятая камера Xiaomi Mi CS9 Pro представлена модулем для макросъемки с полутора сантиметров. Разрешение 2 Мп. Линза очень маленькая. Учитывая технические особенности, сложно рассчитывать на высокое качество снимков. Очень может быть, что макросъемка на главную камеру будет давать лучшие результаты. Эксперты DexoMark камеру для макросъемки не тестировали. Характеристики энергосистемы Xiaomi Mi CS9 Pro тоже впечатляют. Емкость аккумулятора составляет 5260 мАч. Поддерживается быстрая зарядка от блока питания мощностью 30 Вт. Если верить представителям бренда, комплектный адаптер за 30 минут заряжает телефон на 58%, а на полную подзарядку потребуется чуть больше часа. Принимая во внимание рекордную емкость аккумулятора, очень приличная скорость. Смартфон Xiaomi Mi CS9 Pro предлагают в трех комплектациях. Можно приобрести базовую версию на 6-128 ГБ, чуть более продвинутый вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти, или премиальную версию на 8-256 ГБ. Конечно, многие хотели бы видеть в технических характеристиках Xiaomi Mi CS9 Pro топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 или даже разогнанный Snapdragon 855+. Но не сложилось. В телефон поставили Snapdragon 730G, который ориентирован на смартфоны среднего ценового диапазона. Впрочем, критиковать новинку за процессор как-то не хочется. Mi CS9 Pro запросто потянет большинство современных игрушек, даже на максимальных настройках. Так что даже геймеры не будут разочарованы. Что же касается рекордных цифр в бенчмарках, большинству покупателей до цифр в Antutu и других тестах дела нет. А вот цена имеет значение. И благодаря использованию чипа среднего класса, стоит Xiaomi Mi CS9 Pro не так уж и дорого. На передней панели аппарата разместился AMOLED-экран с тонкими рамками и небольшим каплевидным вырезом для селфи-камеры. Разрешение матрицы 2340х1080 пикселей, диагональ дисплея 6,47 дюйма. Xiaomi Mi CS9 Pro получился большим и увесистым телефоном. И дело тут не только в диагонали. Вспомним о батарее 5260 мАч, которая занимает немало места. Толщину корпуса увеличили почти до 10 мм. Весит новинка 208 граммов. С коммуникативными навыками у Mi CS9 Pro все хорошо. Телефон поддерживает все современные протоколы беспроводной передачи данных, в том числе NFC. Чему нет, так это модема 5G, который в телефон на таком процессоре поставить нельзя. Впрочем, учитывая перспективы нового стандарта в наших регионах, на отсутствие 5G никто жаловаться не будет. А вот на отсутствие разъема 3,5 мм регулярно поступает большое количество жалоб. Поэтому в Xiaomi Mi CS9 Pro аналоговый выход для наушников оставили. Есть инфракрасный порт, который позволяет превратить смартфон в пульт для телевизора или другой домашней техники. Дактилоскопический сканер в Xiaomi Mi CS9 Pro интегрирован в экран. Решение уже стало привычным, но инженер бренда акцентирует внимание на том, что в телефоне используется новый ультратонкий и очень надежный датчик. Впрочем, он по-прежнему оптический, так что с мокрыми руками к нему лучше не подходить. И переходим, наконец, к разделу, который многих пользователей интересует больше всего. Начнем с того, что в Китае уже принимают предварительные заказы. Фактическая дата выхода Xiaomi Mi CS9 Pro намечена на 11 ноября 2019 года. Напомню, на этот день интернет-магазины Поднебесной запланировали грандиозные распродажи, в которых вы тоже при желании можете принять участие. Стоимость базовой версии аппарата 6 128 гигабайт памяти 400 долларов. За версию 8 гигабайт оперативной памяти с таким же внутренним хранилищем придется заплатить 442 доллара. А цена Xiaomi Mi CS9 Pro в премиальной сборке 499 долларов. Кстати, в премиальном издании используются уникальные линзы для главной камеры, которые в мире смартфонов появляются впервые. На этом пока все. Напомню, что китайцы представят Mi Note 10, который должен стать европейским вариантом Mi CS9 Pro. Впрочем, возможны сюрпризы, поскольку компания Xiaomi готовит еще и Mi Note 10 Pro, аналогов которому на внутреннем рынке нет. В общем, будет интересно. Следите за публикациями и новостями вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok